вах-вах-вах шутите оля приготовила если камера еще запах могла передавать ваши она бы камера бы утонула слюнками захлебнулась бы а я я вкусняк какой ну шо ж ребята и так загадочный этот конкурс продолжается вот этот белый пенопластовый ящик никто не угадал зачем он и мы раскалываться пока не собираемся мне он такой хрупкий довольно дает ящики это но как-то меня такая мысль гложет всегда это сломается быстро там то все я вспомнил потом в автомобиле знаете в тундре там в кузове стоял вот такой пластмассовый ящик и в нем я так это пару канистр бензина всегда там еще всякие причиндалы и сверху крышка на крышке динамит это лежал но это его такой был это излюбленный я вспомнил про это ящик замерил точно подходит только в тюльку я вот этот пенопластовый ящик поставил теперь думаю дольше проживет и у этого ящика ручки есть так взял и понес ага ну так что хорошо получилось вообще была такая надежда что этот пластмассовый ящик будет еще больше тогда сбоку бы еще место осталось бы это кое для чего ну увы тютелька в тютельку как говорили у нас джигиты советской армии телевизор и тютелька в тютельку меня народ часто спрашивает где ты нахватался но не только в казахстане еще и в армии советской тоже научился немножко языку такому интересному ломаному ломаному так все вперед загадка продолжается и так по-прежнему пытайтесь угадать что это такое а я начну действовать потому что у меня вот здесь вот есть даст течки всякие из которых я гвозди вытащил и речки куча который я привез откуда правильно с моего основного склада откуда поступает все снабжение у меня ну вперед действуем вот слышали когда-нибудь про во время некоторых алкаши у нас так это шубку тебе кудесница что он делал это рыбка панированная такая это вот такие вот это как снабс короче когда это винишко пью шток закускал а вот и не рыбка не вот это было удовлетворённое код попряжу от маленьки лежит а тут о-о-о японцы до и полцевого мацутаки я массу так и грибы мы заморозили как-то да это суп грибной правда за рыбами духом такой на весь дом стоит рыбам пахнет вино в морозилке еще надо ставать на то замерзнет после банки хорошо сейчас рябной как наверно не он искусству принадлежит народу сказал дедушка ли вчера приходил аллах хорошие ребята и принес что-то принес пойдем посмотрим смотрите белый порошок принес кидал везде прямо как мука такой холодный и везде накидал вначале пугал накидают вас три сантиметра а потом передумал ладно это один-два сантиметра но красиво сволочь очень красиво весь вечер как вот такой падал падал такой мухи белый очень-очень красиво кто-то воли прямо грудала прямо свет выключаем а на улице свет получаем и окошко садимся и как кинотеатр сидим и смотрим белая красота и вообще вот очередной раз просто осознал думать как вот люди живет такие места где вот белые мухи нет вообще не знаю вообще бы жить не мог бы каком месте не лучше блин 28 месяцев зима чем блин 45 месяцев лета постоянно идет очень красиво пойдем погуляем динамит динамит что-то очень смущен говорит кто-то приходил говорит вот здесь вот тут бегал вот же бандиты бегают по ночам у нас на задворках вот шайтан огородчик проверял он оттуда пришел он оттуда пришел тут прошел я туда убежал но на хитрые же всегда это убегает до того как снегопад прекратится чтобы снег прикрыл следы ой помню молодым человеком как я сушки набивал как я мучительно медленно и долго учился зайцев тропить гулял там поеду нету судов нету и все нету хоть плач кому-то все на юг улетели после снегопада знаете все лишь не спишет душа болит она потом рассмотрю старенькие такие которые я игнорю думаю пройду-ка я про ним какая красота а это оказывается были самые свежайшие просто зайцы черти чует когда снегопад кончится и за полчаса или за час до этого баха побежали спать и снежок прикрывают их следы и поэтому единственный который вижу такие полуприкрытые старенькие это самые самые свежие вот зачем я рассказал такие секреты не так ну чё пацаны прямо обижаете думаете дядя Вова такой лох значит только может это компьютерей всяких чинить нихрена подобного блин есть у нас этот блин этот как он называется ну короче нанотехнологии тоже это дремелями пользуемся вот видите как гудит так наша задача подготовить вот этот вот это значит электронный коллайдер строим но я не знаю все равно же не угадайте что это такое сделано может между прочим высокопрофессионально и каждый миллиметр вот видите вот это выше вот это ниже это все рассчитано это все продумано это не тяпляк нафиг этого мне блин пятилетку за три дня будем работать вот помните этот пенопластовый ящик кулер то это да вот видите уже уже основная часть проекта или огромная часть такая готова видите там внизу ваша все блин фиг поймешь черточки всякие тут все это тютелька в тютельку комар носа не подточит и все равно вы нифига не знаете что это такое зачем такое это и вообще и как это связано вот с этой рамкой как это связано блин с компьютерами которые я разбирал это были на нас работаем почти что нафиг елки-палки мы больны то это вам не на луну летать елки-палки давайте угадывайте шум и робим зачем это все пацаны беда 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 скурвился дядя вова злой стал как собака болен аж самому стыдно на заимку пара пара на дожился не знаю ну блин сижу работаю тут нафиг проект такой блин телефон звонить я как дурак помчался али 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 уже хотел положить это трубку потом али ассор здесь из бракам ухо from windows техникаль департмент но я блин и знаешь что дальше будет там нахер сервер компьютере савирус блин там это давай блин нафиг это на кредитную карточку свою блят или до откроем компьютер он там про инсталируйте трояна то все ёлки-палки это такое зло я вам сказал иди fuck yourself короче болен так и сказал нафиг обидел человека блин а чё надо будет пусть работать нахер я работаю блин они там коровщики блин людей дурят звонят нафиг хернёй занимается так пацаны вы же помираете были вы же ночами не спите ворочаетесь думаете ну шо же блин там за нанотехнологии блин шо там это у дяди вова за проект такой блин а я не скажу дядя вова скотина не скажет или сказать блин а ладно чуть-чуть скажу короче пацаны со старостью это всякая херня ну про друга немца и говорил про альсаймер а еще это кошмарики снятся снятся кошмарики каждую ночь почти один и тот же сон блин ага шо это ну что все это правда чтобы там в одноклассниках везде пишут что это что короче что мы самые крутые почему с нами связаться нельзя и снится мне что это все правда и что победили короче победили болен всех пиндосов все на и меня назад назад болин а куда назад россиянин я никогда не был это значку не казахстан или куда короче снится мне что расформировали канадостан сняли с меня лычки и фрейторские и назад по этапу болель и вот а чё я там буду делать нихера у них работать не охота короче это ну никуда не возьмут до ментом не возьмут никуда ну самое надежное то я не знаю или блин артистом быть развлекать начальство блин или же полизом стать ну если в россии это я бы пошел бы к врагам народа я же у вас там такие враги народа есть предатели гады которые не поддерживают политику партии вот как макаревич допустим к нему пойду а чё вот вот делаю вот себе вот струнный инструмент скажу андрей давай вот и враг народа я с тобой и будем вместе балалая там но меня тоже не возьмет на и у меня российской прописки нет придется в казахстан придется в казахстан вот готовились пацаны добра делать не умею вот такой самодельный квадратный сделаю и буду песни петь ой начальнике спасибо за тёплый юрта за барашки за ковыль и всякие разные вот так будем лизовать лизать значит задница так это как-нибудь проживем не первый раз что там выкрутимся нафиг ну вот так вот слышите ковыльные степи ой дам бра мой дам бра чуть-чуть еще наладить на будем настраивать на натягивать струны капитально сделаем сделаем прорвемся но американца зря обидел наверно а идет заняться посмотрим что ж она скажет ольга владимировна а можете в мой кабинет на минутку зайти короче пока вас не было зазвонил телефон да я как последнего шара кинулся схватил трубочку а на дисплее ничего только long distance и я алё 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 и ничего знаешь это даже никто не дышит там ничего но я уже хотел положить это блин ну рассерчал вот так это тут это блин химичу значит это работаю а это звонят до отрывают и потом вдруг раз это прорезается колосок алёс это такой-то такой-то from windows техникал департментом короче блины и я не выдержал сказал go fuck yourself так и сказал и положил трубку блин и теперь неловко немножко так это чё скажешь ну шо ну нечего людей в это самое ну правильно блин он это ну короче ну хочет чтобы я дурак был чтобы я ему там удаленный доступ дал на компьютер что у меня вирусы начнет чинить поставить свою программку вычитает это информацию мы про мою кредитную карточку все наши тысячи и миллионы снимет нафиг у себя там в индии блин там не знаю чё там это купить себе чем тему как дураки будем потом ну конечно надо просто это прямо уже в глаза смотреть правде да да и пусть короче так это пусть идет занимается сексом сам собой или своими священными коровами там в индии блин козлы такие были правильно ну что немножко ну блин а еще какой-то легкий путь заработать и не говори блин тут блин в поте лица нафиг блин веревочки вяжешь блин дамбру делаю дамбру я делаю ну это нового поколения такую знаешь потому что на марс же не повезешь старые дамбры правильно но так прилетел на марс ой-бой говоришь какой пейзаж и тут дамбра достаешь вот такой квадратный наяриваешь но это потом когда на марсе начнем году продавать мы из них счеты сделаем и будем торговать не нравится цена на вода иди по базару другой поищи ай-яй-яй ну ладно спасибо тетя оля за моральную поддержку чуть оля пришла от парикмахера новая прическа далеко парикмахерская тетя через дорогу на через но вот у меня ребята спрашивают далеко ничего у вас там есть там дикие живете на нет говорю были все есть и станции техобслуживания парикмахерские все на свете